Здравствуйте всем! Я из Украины, из Одессы, из жемчужины. Я хотел, друзья, поговорить о такой теме по поводу библейская церковь, друзья, что же там такое. Ну, друзья, начнем с того, что библейская церковь, друзья, это такая была, друзья, какая была первая постольская церковь. И в чем, друзья, была их главная суть? А суть, друзья, была их главная в чем? А в том, друзья, что они должны были, что, друзья, делать? Они должны были брать, друзья, и постоянно изучать Слово Божие. Когда, друзья, они постоянно были пытались Словом Божьим, они постоянно были, друзья, в тонусе. Правильно, друзья, были откровения, и церковь росла, и достигала, друзья, до края земли, да? Начинала, друзья, все из Израиля, да, а потом шло и дошло аж куда. Рим подчинился, да, без оружия, да? Ну, что, друзья, они постоянно были попитаны Словом Божьим. То есть, знаете, как это? Постоянная тренировочка. То есть спортсмены постоянно бегают, постоянно в том, что он 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 в том чисто дисциплины, лояльности. Мир постоянно свое диктует все мирские ценности. И так лояльно и церковь относится, и сама начинает незаметно вот это все, ну, себя принимать. И так получается, что церковь начинает, скажем так, друзья, брать и все, и проигрывать. То есть, и люди становятся несерьезными, и ты сказал, что Боже нормально не распространяется, церковь слабая, люди становятся и неверующие, даже могут покидать церковь, и люди другие не прикрываются особо к церкви. Потому что нет, друзья, этого сильного духовного уровня, друзья. Поэтому, друзья, нам понимают, друзья, что с ними постоянно хотим, друзья, четко быть постоянно в духовном сильном тонусе, чтобы точно, друзья, мы могли что-тоbullенно и в сегодняшнийように покрыть во Слово Божьем, и в итоге, друзья, в вечности. Вы вложите в свое место именно, друзья, в райуд, а помните, друзья, что это место вечного увлечения, а рай это место вечного полного счастья, радости и благодони, друзья. Тот сам план мог я здесь, друзья, шикарно, в Одессе, друзья, на пляже с прекрасными, друзья, прекрасной атмосферой, отдыха, друзья, да, прекрасным, друзья, еще и кейзажем, все, чтобы бесконечно развешать, друзья. Для этого, друзья, нужно всегда себя качать, друзья, действительно духовно, чтобы действительно, друзья, быть в соответствии духовном уровне, и сильно, чтобы Бог областное основание будет на страх, друзья, именно вечность в рай. Поэтому ссылочку, друзья, оставляй на полное видео в описании, где наши апостолы в свидетельстве, друзья, разберут тему. Поэтому, друзья, смотрим Слово Божье, питаемся Словом Божьим, и таким образом, шаг за шагом, протапливаем себе дорожечку в вечность в рай. Аминь. Аминь.